Пасхи 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 себя на место тех, которые ходили вместе со Христом. Пятница и суббота, насколько томительно это ожидание. Каждая минута, каждый час, каждое мгновение того, кто был всегда рядом с ними, его уже нет. Его распяли, он мертв, он во гробе, и для них время, оно, наверное, шло и двигалось совершенно по-другому, и надо было как-то прожить, пройти это время. Не бывает ли так в нашей жизни, когда казалось бы, ну вот надежда, вот луч надежды, вот я вместе с ним иду тут раз, и ситуация, казалось бы, затягивается, и так долго, и так длительно, и для кого-то это короткий промежуток времени, а для тебя каждое мгновение, каждый час, и вот эти времена, ну сколько же, нам людям всегда, наверное, хочется знать, сколько же времени все это продлится. И Иисус сказал, три дня, они что-то забыли, они что-то забыли, слово, то, что Он говорил им, по прошествии же субботы. Но вы знаете, когда мы читаем Священное Писание в книге Деяния, когда нам вот интересно, знаете, когда ты в что-то входишь, и есть какие-то вопросы жизни, и где-то за родных, за близких, но сколько же времени, какие же сроки? Иисус однажды сказал ученикам в Деянии первой главы и седьмым стихом, Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. И вы знаете, часто или раньше, все время обращал вот это внимание, не ваше дело знать времена или сроки, но как-то особенным образом в это время, когда мы говорим о Пасхе, вот эти последние слова, Отец положил в своей власти. Дорогие братья и сестры, сроки, которые установлены, которые нам порой проходятся проходить, это не кто-то установил, это твой и мой любящий, небесный Отец дал определенные времена, дал определенные сроки, и написание говорит, это в его власти, не во власти человека, не во власти врага душ человеческих, порой может быть то трудное время, которое ты проходишь, оно во власти Бога, он дал определенную ситуацию, и где-то он дал, может быть, определенные сроки, он все держит под своим контролем, аллилуйя. И вы знаете, когда ты читаешь, я прочитал и для своей жизни, нашел в этом глубокое утешение, потому что все в жизни каждого из нас находится под контролем любящего Отца, и времена, и сроки, и ситуации, слава Богу. И вы знаете, Он установил это, и Он определил, и Он за этим наблюдает, и Он не даст детям своим больше того, чем они могут пройти. И вы знаете, если бы мы спросили, вот по прошествии, и приходит ответ, когда бы вы хотели получать ответы на свои нужды, на свои вопросы? И можно было бы сказать, ну вот сегодня, знаете, я подумал, может быть, это, ну, я понимаю, что Господь по-своему действует, да, но, знаете, как дерзновение такое, а может быть, дерзость, как Господи, а вот хотелось бы ли бы вам получать ответы на свои нужды вчера? Я думаю, по-человечески сказал бы, ну, хотелось бы. Сегодня получил ответ, а завтра ты приходишь, кажется, вопрос встает, а у тебя уже ответ есть. Дорогие братья и сестры, у Бога времена и сроки, у Него есть ответы, потому что приходит время, и Писание говорит, по прошествии же субботы, на рассвете первого дня, Аллилуйя. После ночи всегда наступает рассвет. Мы люди, может быть, не всегда способны это увидеть, не всегда, может быть, способны это понять, рассмотреть, но, знаете, Иисус, воскресший Господь, сегодня наш Бог и Спаситель, Он не хочет, чтобы человек пропустил рассвет, который наступил однажды для всего человечества. Поэтому и через ангела, и Сам, Он посещает этих женщин, Он достигает этих людей, идущих в Маус, Он приходит к ученикам, Он своим присутствием не хочет, чтобы не пропустили. Самое главное, что надежда, она воскресла, что надежда, она жива и никогда не умирает, потому что мы говорим, наша надежда, Иисус Христос. И из этой ситуации, дорогие братья и сестры, когда есть это время, приходит однажды время рассвета, но через то, что было в жизни этих женщин, в жизни учеников, мне хотелось бы, я верю в Священное Писание, хочу, чтобы мы что-то приложили к своему сердцу, чему-то научились и что-то увидели. Я верю в то, что вы делаете в своей жизни, потому что, когда мы читаем, написано в этом же первом стихе, Мария Магдалина и другая Мария, они пришли посмотреть гроб. Они пришли к месту погребения, другими словами, почему они туда пришли? Они согласились с тем, что Он мертв. Они приняли то, что их надежда, она умерла. Не бывает ли так в жизни нашей, дорогие братья и сестры, когда есть ситуация, и можно сказать о женщинах, что они опустили руки, они согласились с тем, что выхода, что воскресения уже нет, и они пришли туда искать Его, но сегодня, дорогие братья и сестры, у нас есть великое преимущество, великая привилегия идти совершенно в другом направлении, не искать где-то кто-то, но поднимать наши взоры в небо и искать того, кто живой. Писание говорит в Откровении 1 глава и 17-18 стихом, и когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой и был мертвый, и жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Аллилуйя! Дорогие братья и сестры, Иисус не хочет, чтобы мы искали Его где-то в гробницах, Он хочет, чтобы мы поднимали наши взоры в небо и шли к престолу Божьей благодати, чтобы мы шли к подножию ног Его и в молитве отдавали все в руки того, кто сам о себе сказал живой и был мертв и все жив во веки веков, Аллилуйя, который имеет ключи ада и смерти, который одержал победу. Он не хочет, чтобы на нашем жизненном пути мы где-то, знаете, опускали руки, мы сдавались, мы соглашались с тем, что все, умерло, нет возможности, нет надежды, чтобы какие-то страхи или сомнения одолевали. Но Он говорит, не бойся, говорит, я живой, я одержал победу. И мы сегодня уже слышали, Он хочет, чтобы каждый из нас во Христе Иисусе мы торжествовали и в молитвах за родных, за близких, в жизни которых еще не наступил рассвет. Но я верю, Господь желает, чтобы этот рассвет пришел в их жизни, чтобы они встретились с живым Христом, Аллилуйя. И мы читаем дальше немножко в Священном Писании и понимаем, что они пришли туда, и ученики где-то шли в Маус уже, кто-то из страха заперся. Почему? Они не видели его. Они не видели его. Он был видим для них, а теперь его не стало. Они не могут увидеть его глазами. И знаете, все. Не бывает ли так в нашей жизни? Вот ты идешь, что-то делаешь, какое-то мероприятие, предприятие, и ты казалось бы, ну видишь, и тут Бог устроил, и тут, и тут. А потом пришли какие-то трудности, и как будто не видно его. Но где же ты? И что в это время делать, когда ученики и женщины, они не увидели его? Каждый где-то направился в своем направлении. Каждый где-то что-то делал, начал делать по-своему. Но то, что я верю, что Господь хочет, чтобы мы взяли для себя, то, в чем жил апостол Павел, и то, как это он написал со страниц Священного Писания. Во втором постане Коринфянам, 5 главе, 7 стихом написано, ибо мы ходим верою, а не видением. Иисус однажды обращался, и потом говоришь, ангел говорил, вспомните, вспомните, как он говорил вам. И когда вспомнили, они забыли слово, которое он говорил им. Дорогие братья и сестры, Писание говорит, что вера, слышание, слышание Слова Божьего сегодня Господь, когда даже, может быть, мы его не видим через те действия, которые он производит, но он хочет, чтобы мы продолжали дальше идти, основываясь, руководствоваться, направляясь его Словом, которое он дает нам для нашей жизни, для нашей ситуации, для наших вопросов. И, может быть, я не вижу его сейчас, в это время, но где же ты? Ну, вы знаете, я верю, дорогие братья и сестры, что если мы подобно, как те ученики, которым он сказал, предваряю вас в Галилее, мы в своей жизни и ситуации будем идти на основании Слова, которое дал нам Господь, мы обязательно увидим Его впереди. Мы обязательно увидим Его благословение. Он сказал, я предваряю вас в Галилее. Другими словами, предваряю, это значит, я буду ждать вас там, вы найдете меня там. И когда он говорит Слово, мы найдем Его. Знаете, когда он сказал, я предваряю вас, он сказал каждому из нас в нашей жизни, я предваряю, я буду ожидать, если ты согласишься, если будешь идти по Слову, ты обязательно дойдешь. И он стоит на этой финишной черте, и он ожидает тебя. Он верит, что ты и я, согласившись идти по Слову Божьему, однажды пересечем эту финишную черту, и там нас будет ожидать Господь с наградой в Его руке. Аллилуйя! И на земле это будет награда в виде спасенных, родных, близких, друзей, знакомых. И мы понимаем, что будет однажды финишная черта. Как мы слышали, утром пастор говорил, войди, верный раб. И здесь Слово Божье говорит, дорогие братья и сестры, пусть же в нашей жизни мы никогда не соглашаемся с тем, что нет надежды. Надежда умерла всегда в Иисусе Христе наша надежда жива. Аллилуйя! Пусть в нашей жизни будет это время, когда мы ищем Его в молитве, и даже тогда, когда мы не способны рассмотреть, что Он делает, но чтобы иные по Слову, доверяясь Ему, шли вперед, потому что Он сказал, «Сея с вами во все дни до скончания века, аминь». Бог, если обещал, Он совершит. И последний момент, на который в это хочется обратить внимание. Дорогие братья и сестры, каждый из учеников, женщин, они, казалось бы, проходили каждый в своем направлении, каждый где-то свою тяжесть переносил. Кто-то на разочарование, кто-то в страхе, кто-то еще как-то. Но вы знаете, посмотрите на эту историю, что же в это время, через вот это трудное время и ситуации совершал Иисус в жизни учеников. Мы видим, что Иисус собирал их вместе. Он не хотел, чтобы они были порознь, и каждый пошел где-то в своем направлении. Он собирал их вместе. Дорогие братья и сестры, Писание говорит, что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И я верю, что через то, что в нашей жизни есть порой трудные времена, Господь, привлекая нас к себе, желает, чтобы мы объединялись, чтобы мы были вместе, чтобы когда мы соединяемся вместе, Его слава, Его сила и рассвет Божьего Царства, Он пришел на белорусскую землю. Когда Иисус соединил, когда Он призвал и собрал их вместе, мы дальше видим, что происходило. И день Пятидесятницы, и как Евангелие Божьей благодати, оно распространилось по всему лицу земли. Дорогие братья и сестры, Бог, Он не изменился. Я верю, что Иисус, сегодня привлекая нас к себе через разные вопросы жизни, Он желает, чтобы мы стали единодушны, единогласны вместе, той сильной церковью, через которой рассвет Божьей славы придет наш город Барановичи и на нашу белорусскую землю. Аминь. Да благословит нас, Господь, чтобы в сердце своем мы всегда твердо знали и верили. Наш Господь живой. Аллилуйя.